Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Михаил Васильевич! Здравствуйте, Владимир Александрович! Михаил Васильевич, Вы в середине января написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и в этом письме Вы изложили меры по повышению экономического роста в стране. И, как я вижу, на это письмо был получен ответ из администрации президента. Расскажите, Михаил Васильевич, про идею письма и про то, что на него было отвечено. Да, это интересно. Интересно, потому что, конечно, какие меры нужно предпринять для того, чтобы повысить темпы экономического роста, это не проблема одного президента, этим все озадачены. Этим озадачены люди рабочие, потому что от того, как будет развиваться экономика, зависит и благосостояние, и зарплата, и размер свободного времени, и уровень рабочего времени. То есть, все, что у нас делается, зависит, конечно, от того, будет экономика развиваться или нет. Причем всякие соображения того, как бы нам улучшить нашу жизнь, как бы нам построить другое общество, коммунизм. Если у нас экономика будет падать и падать, то вообще экономическое развитие – это залог каких-то изменений крупных, социальных. А если у нас будет разрушаться экономика, то, может быть, эти все изменения будут в других странах. А у нас будет какая-нибудь колония или полуколония более развитых государств. И к этому нас подводит действительность. Дескать, смотрите, идут год за годом, а темпы роста не растут. На нуле топчутся или вниз идут. А никакого повышения нет. Что это за интересное общество такое, которое не дает повышения темпов экономического роста и вообще не развивается? В связи с этим, конечно, фонд Рабочей Академии озадачился тем, чтобы в самой краткой форме озвучить, что нужно сделать. Сказать, что нужно сделать. Что нужно сделать, мы сформулировали в коротком таком произведении, записке о мерах повышения темпов экономического роста, который мы прежде всего составили, исходя из того, что остро необходимо сделать, для того, чтобы повышение темпов экономического роста состоялось. Нет тут никакого большого секрета. Все люди, которые изучали вообще капитал Карла Маркса, те, которые знают, как устроена экономика, все легко согласятся с тем, что вот мы предлагаем. Ну вот мы предлагаем первое. Поручить Академию наук Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли и Министерству экономического развития разработку программы развития России на 10 лет, состоящей из плана развития государственного сектора и системы государственных заказов предприятиям негосударственного сектора экономики. Значит, в каком состоянии у нас на сегодняшний день находится экономика? У нас 70% это государственные предприятия. В той или иной степени они допускают какое-то еще и участие акционеров негосударственных, но они государственные. Что значит 70%? У нас вообще крупное государственно-монополистическое хозяйство. Причем государственная монополия, то есть, состоит из целого ряда очень крупных предприятий, которые, между прочим, плавают отдельно, как будто бы у нас нет единой собственности государственной, а как будто они частные предприятия. Это и Ростехнологии, это и Газпром, и Роснефть, и кораблестроительная корпорация, и самолетостроительная корпорация, и вертолеты России, и корпорации Уралвагонзавод, это и другие государственные предприятия. Ну а если это единое собственность, у нас вообще такое было в истории? Было. Вот было, когда пять укладов в свое время после революции национализирована была основная часть экономики. Мелкие предприятия не национализировались, крупные. Они все государственные, но они предоставлены самим себе. Каждый сам себе устанавливает политику, что он будет покупать, у кого будет покупать, как он будет барахтаться в рыночной экономике, и, дескать, рынок все будет решать. Ну и, тем не менее, вот тогда в это вот месиво такое рыночное внедрился план. Постепенно план охватил весь этот государственно-капиталистический сектор, и наряду с социалистическим укладом, или с коммунистическим укладом, где по плану уже велось хозяйство, уже не было этого госкапиталистического сектора, он оказался, так сказать, неким единым. У нас ситуация такая, которая у Ленина описана так в книге «Империализм как высшая стадия капитализма». Единая государственная монополия, но она обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. Ну, а до социализма у нас далеко, потому что до обращения в пользу всего народа надо, чтобы народ для этого созрел в своей борьбе, прежде всего рабочий класс. А вот единые государственные монополии, ну, в общем, мы уже доросли, только эта монополия странным образом устроена. Это единственная монополия в мире, которая не имеет плана. Ну, возьмите любую монополию, там, какой-нибудь, там, Форд-монополию, там есть план, значит, предусматривает все это развитие, и обеспечивает планомерное развитие этой монополии. То есть, если это единая собственность, в рамках одной собственности, можно давать директивные задания, обязательные для исполнения участникам производства. Там между ними есть, как бы, и цены внутри одной монополии, но это трансфертные цены, это цены, которые нужны для учета и контроля за ходом планомерно развивающегося производства. Можно эту планомерность наладить? Можно. Делает у нас кто-нибудь эту самую планомерность? Налаживать? Ничего подобного. Все болтает о том, что рынок нам все отрегулирует. Он уже отрегулировал нас, уничтожил станкостроение, разрушил в значительной мере машиностроение, и продолжается эта болтовня со стороны людей, которые что-то слышали про низшую фазу капитализма, капитализм свободной конкуренции, но до капитализма монополистического, когда вот если мы с вами за конкуренцию, значит, или я вас съем, или вы меня съедите, правильно, если мы конкурируем? Но если вы меня съедите, это будет ваша монополия, если я вас съем, будет моя монополия. Но конкуренция ведет к монополии, и поэтому появление монополистического капитализма прямо вытекает из свободной конкуренции, которая была на первом этапе развития капитализма. У нас люди, которые сидят на разных важных государственных, в том числе экономических постах, мыслят вот этими отжившими категориями, которые хороши для эпохи Адама Смита, и никак уже не применимы к современной монополистической экономике. Ясное дело, что вот план можно составить только на те предприятия, которые являются государственными, на весь государственный сектор. Ну а что касается других предприятий, а для них можно дать заказы. Если этот план рассматривать как ядро программы социально-экономического развития России, то вот другие предприятия с удовольствием, не будучи вообще государственными, будучи негосударственными, с удовольствием будут выполнять государственные заказы. Во всем мире за государственные заказы дерутся, потому что это, что такое? Это гарантированные деньги государственные, и все хотят их получить. Для этого что нужно сделать? Составить такую программу. Значит, Академию пытаются так или иначе унизить, принизить. Здесь отобрали у нее все научно-исследовательские институты, вместо того, чтобы дать ей крупную такую государственную задачу разработать план. Причем, что мы требуем, от кого мы и что требуем? Мы требуем от капиталистического государства, чтобы оно хоть своим-то капиталистическим хозяйством управляло. Если у вас есть государственная собственность, то это собственность класса капитализма. Какая? Частная. Ну в рамках частной собственности план должен быть на свою частную собственность. Тут ничего нет ни социалистического, ни коммунистического. Это требование, которое предъявляется капиталистам. Нет этого. Вот мы и предлагаем поручить Академию наук Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли, и Министерству экономического развития, разработку программы развития России на 10 лет, состоящей из плана развития государственного сектора, и системы государственных заказов предприятиям негосударственного сектора экономики. Ну надо сесть и сделать. А неужели нет еще? Нету, а зато есть другое. Есть закон о стратегическом планировании. Закон есть, а плана нет. Стратегического. Нет никакого плана. Но вот мы посмотрим, а что отвечают люди, которые как бы должны этим заниматься, и которые за это деньги получают. Второе. Что надо предусмотреть в программе? Прежде всего предусмотреть в программе норма амортизации из расчета не более 10 лет службы, чтобы у нас не было старья. Если мы будем норму амортизации соблюдать, и десятая часть у нас будет каждый год заменяться, то есть самые старые техники у нас будут 10-летние, а цикл обновления техники 9 лет. Ну, для ровного счета, скажем, 10 поставим. Значит, что здесь требуется сделать? Здесь требуется, чтобы это была реальная амортизация. Не выделение денег на амортизационный счет по тем нормам, которые они хотят. Они хотят, некоторые предприятия, цикл обновления сделать 100 лет, чтобы эти деньги перекачать в прибыль, а из прибыли перекачать за границу, на офшоры. А товарищи Путин и Медведев пытаются из офшор деньги забрать. Если бы рыба уплыла, то туда много не вытащишь. Надо их деньги сейчас закладывать в экономику, прежде всего в сохранение наших средств производства. А поскольку вы будете заменять старые на новые, более современные, то вот эффект морального износа, так называемый, что те моральные износились, а вы будете устанавливать уже новые, это сразу даст прирост темпов экономического роста. Сразу. Поскольку у нас оценка основных производственных фондов для 2014 года 140 триллионов, значит, эта вот амортизация даст 14 триллионов в год. А вы посмотрите, все когда рассказывают, мы вложим, государство вложит, поможет, это какие-то миллиарды. В масштабах экономики это ничто. А тут 14 триллионов. В 14 триллионов вот эти деньги, которые у нас перекачиваются в прибыль и уводятся за границу. Недавно я прочитал в российской газете, что отчитываются люди, которые вот за этим контролируют наш Центробанк, что вот, дескать, сейчас у нас всего за прошлый год, 16-й, только 100 миллиардов выведено из России. Только 100 миллиардов. А еще год назад 500 выводилось. Какой прогресс. Какие молодцы. Надо всех хвалить. Ну, а я думаю, что вот как сажают за воровство, значит, или миллион, или миллиард, и там сажают, и так сажают. Как же здесь интересно, хвалить надо за то, что столько выводится. А выводится, потому что они здесь сюда не закладываются, в экономику обратно не возвращаются. И поэтому разрушается самая основа. Наличие средств производства, без которых никакого экономического развития, никаких темпов экономического роста не будет. Вот замена старой на новую технику, тем самым просто наведением порядка амортизации, вот амортизация должна быть обязательной, и срок должен быть не менее 10 лет, сразу даст прирост темпов экономического роста. Программе мы предлагаем предусмотреть. Норма амортизации расчета не более 10 лет службы средств производства, и уголовная ответственность за нарушение этой нормы, как за подрыв экономических основ развития России. Всем понятно, что это подрыв экономических основ. Ну и как мы это допускаем? Государство должно следить, чтобы не подрывались основы вашей капиталистической экономики. Ну и вы следите, а что вы там сидите? У вас есть все средства, есть правоохранительная система, пусть занимаются этим делом. Третье, я думаю, что люди, которые мало-мальски знакомы с политэкономией, знают, что вот есть такое понятие накопления. Значит, вы получили прибыль, часть прибыли отправляется обратно в производство, на увеличение, на приращение средств производства, на увеличение числа рабочих мест, высокотехнологичных, и на зарплату для новых работников, которые работать будут на этих самых рабочих местах. Это называется накопление. И всякая прибыль делится всегда на фонд накопления и фонд потребления. Наши вот эти доморощенные капиталисты, в том числе люди, которые хозяйствуют и управляют государственным сектором, они так делают, значит, на потребление много-много-много, а на накопление мало-мало-мало. Поэтому, значит, тут тоже надо навести определенный порядок. Что такое капитал? Это самовозрастающая стоимость, а не самоубывающая и не саморазрушающаяся. Вы хотите быть капиталистами? Так и будьте ими. Государство у нас буржуазное, буржуазное, ну так буржуазное государство, вы следите за тем, чтобы капиталисты оставались капиталистами. То есть они большую половину накапливали, а меньшую половину тратили. А дальше пускай уезжает в Куршавель или куда угодно и разматывает эти деньги. Ну так сейчас разматывается вообще то, что должно дать прирост темпов экономического роста. Раз вы увеличиваете масштабы производства, это один чистый прирост темпов развития экономики. И совершенно спокойно можно иметь и 4, и 5, и 6, если вы это будете делать. Значит, что мы предлагаем? Установить норму накопления, от которой непосредственно зависит темп экономического роста. Для государственных предприятий 80%. Это же государственные предприятия. Нам ни с кем не надо советоваться. Государство установило 80%. 80% на накопление, 20% на потребление. Всего. А для предприятий негосударственного сектора 60% прибыли. И предусмотреть административную и уголовную ответственность за нарушение этих норм. Ну почему 60%? Потому что они негосударственные. Мы у них эти деньги же не забираем. Это они должны обязаны в свой же капитал вложить и свой капитал расширить. Не государственный капитал, а свой собственный. Частный негосударственный капитал увеличить. Ну, так увеличивайте, если вы капиталисты. А если вы не увеличиваете, вы не капиталисты. Значит, гнать надо вас из капиталистов, забирать у вас все и национализировать. Тогда так. А оставить тех, кто будет накоплять. Так что или это уголовная ответственность, административная, или изъятие тогда этих средств производства у тех, кто не хочет накапливать капитал. Михаил Васильевич, а в международной практике есть такие примеры? Ну, еще какие. Например, если вы возьмете развитие Южной Кореи, там было 6 пятилетних планов. А ответственность была в том числе у президентов. Двух президентов позадили в тюрьму. Так что есть такой практики большой. Берем дальше. Значит, финансы. Надо, во-первых, ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Это что значит? Чем больше сумма получаемого дохода, тем больше процент. Это означает, что одни, у кого малый доход, они малый процент платят. А совсем малый освобождается от налогообложения. Но большой процент, высокая сумма дохода, значит, там высокая. Ну, какой у нас есть опыт мировой? Мировой такой, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки, ну, процент 33 максимальная ставка налогообложения. Если вы возьмете Францию, ну, там 56,8 десятых. То есть вы получили доходы, Владимир Александрович, миллиарды евро. Ну, вот 568 миллионов, пожалуйста, отдайте в казну. А у вас остается еще 432 для того, чтобы вы размотали их, там, я не знаю, напились, там, наелись, настроились и яхт, пароходов, набрали островов. Чего хотите? Потому что некоторые думают, что за безобразие вот во Франции этот Олан, ну, прямо грабитель вообще. Социалистическая партия, точно там, наверное, социализм отнимает у богатых. Но это вот взгляд людей, которые не умеют додумывать до конца. А что дальше будет? Сначала вложили в бюджет, потом дают государство французское госзаказы. Какое оно, кому оно дает госзаказы? Ну, тем самым крупным капиталистам, которые имеют высокий доход, им дает этот самый большой заказ. То собирается от всех, а заказы дают только вам. Поэтому вы-то сдали столько, а получили гораздо больше. Поэтому, если вы на это смотрите, как на вдох и выдох, в результате этого вдоха и выдоха кислорода пришло больше, а углекислого газа забрали немного. Поэтому вот такая практика мировая, если ее внедрить, у нас сразу будет повышение темпов экономического роста, потому что появятся деньги для реализации программы, для дополнительного накопления и так далее. Каждое накопление дополнительное позволяет нам еще увеличивать темпы экономического роста. Дальше. Надо сделать так, чтобы кредит был дешевый. Мы хотим быть на современном уровне. Ну, есть опыт Соединенных Штатов Америки. Ну, почему? Если у них так, так сказать, экономика крупнее, богаче, а они делают такой дешевый кредит. Они исходят из того, что если 3% прибыли кто-то получает, так если вы много делаете продукции, ну, 3% норма прибыли дешевой, то вы очень богатый, и вы получаете огромную массу прибыли. Нет, наши нравятся поменьше сделать, но больше вот содрать с потребителя. Но если они собираются увеличивать эту массу прибыли, значит, они рассчитывают на то, что вот вы привлечете кредит, и с этого кредита будете расплачиваться. Какой там кредит? Опять собиралась резервная система, руководство резервной системы, и вот они решали, повышать нам, не повышать. И решили, повысим от 0,5% должны отдавать кредит до 0,75%. В это время собираются наши сторонники уничтожения, так сказать, российской промышленности и люди, которые действуют в интересах иностранных государств, как это доложил товарищ Глазьев, советник президента Совета Безопасности. И что они делают? Они делают 10%. Ну, вы же понимаете, что много ли таких предприятий, которые имеют норму прибыли 10%? Но ставка рефинансирования – это не ставка, по которой дают кредиты, это еще дают коммерческим банкам, они накидывают свои 7, получается 17. Ну, нет таких у нас. Нет у нас таких производств, которые дают 17% прибыли. Поэтому это отдать нельзя. Просто если я хочу красиво умереть, я возьму у вас в долг под 17% и, так сказать, обанкрочусь. И есть закон о банкротстве. А это то, что значит, что я у вас взял деньги и не отдал. Скажу, все, я банкрот. И уже индивидуальное банкротство ввели. Давайте я сейчас наберу у вас деньги и скажу, все, товарищи, грустно мне, я вам больше не отдам. Ну, в трамвае висят объявления, за 60 тысяч вам это все юристы сделают, оформят банкротство. Чтобы ни Кочуко не отдавать, ни вам, ни вам, и вам, кто там смотрит, и вам не отдавать. Так, что нужно еще сделать? На основе роста производительности труда и в целях стимулирования научно-технического прогресса предусмотреть поэтапный переход к 6-часовому рабочему дню при повышении уровня реального содержания зарплаты. Это уже обосновано, доказано, книга есть, сокращение рабочего дня как основу современного экономического развития. Во всем мире созрели условия, уже 100 лет прошло с момента, когда был 8-часовой рабочий день. И эти, вот эта вот экономия труда, которая достигнута, она позволяет без ущерба для экономики при сохранении заработной платы на том же уровне сократить рабочий день для 6-часов. Зачем это надо? Ну, вы же рассуждаете об умной экономике, особенно любит Дмитрий Анатольевич, умная экономика. А что же она такая умная и не может никогда думаться, что если вы хотите внедрять научно-технический прогресс, надо, чтобы люди отдыхали, чтобы они были здоровыми, чтобы они могли развиваться, чтобы они могли повышать квалификацию, чтобы они могли организовывать профсоюзы, чтобы эти профсоюзы не давали издеваться над трудящимися, чтобы трудящиеся думали, как осуществлять научно-технический прогресс и были к этому готовы. То есть, современный работник не может, вот так загруженный, это, наверное, вы и по себе ощущаете, когда вы придете ночью, и вас иногда, значит, встретят ваши дети, и спрашивают, что вот, наконец, папа пришел. А где папе еще что-то там набирать и собирать? Поэтому это немыслимое, то, что сейчас происходит, это уже назрело, и в некоторых странах уже переход осуществляется, а мы, как всегда, позади планеты всей. Дальше пойдем. Что нужно еще сделать? Ну, еще нужно сделать в осуществлении те меры, которые предложил советник президента Академик Глазев, Совет о безопасности. Я их перечислять не буду, поскольку это в интернете есть, все слышали, все знают, в частности, там говорится о сознании комитета стратегического планирования, который бы был при президенте, и который бы управлял развитием России. Чтобы был комитет научно-технического прогресса, чтобы он был в правительстве, в составе правительства, но тоже подчинялся президенту. Потому что это ключевые вещи, есть такие вещи, которые должны, так сказать, контролироваться на самом верху. Это предложил Глазев. Ну и что? Причем он написал о некоторых, доклад написал о неотложных мерах по преодолению угроз существованию безопасности России. Неотложные. И кто-то их отложил в долгий ящик, поэтому мы все время висим на волоске, все время нам угрожают, говорят, что это за Россия, это все какие-то санкции и так далее. Ну так если вы будете слабы, вас сомнут. Помните, в свое время Сталин говорил, если мы за 10 лет не пробежим то расстояние, которое другие страны пробежали за 100 лет, нас сомнут. И били нас и монгольские ханы, и крестоносцы нас били, и будут бить. Поэтому люди думают, что можно отговориться от этого. Или, так сказать, ограничиться тем, что у нас есть пока паритет. Да если у вас экономика слабая, значит мы надорвемся с этим паритетом. Ракетная ядерная. Надорвемся. А страны более развитые будут повышать уровень, а мы не угонимся за ним. Также на этом рухнул Советский Союз, надорвался в известной мере. Это одна из причин. Ну а вы что, хотите опять по этой дорожке пройти второй раз? Ну есть уже меры предложены, поэтому мы их целиком поддержим, надо осуществлять. Вот, собственно, и все. А поскольку это позиция Фонда рабочей академии, которую мы публично изложили, ну и для того, чтобы нам не говорили, что мы вот и не знали, что у вас такие предложения, мы бы, может, их и взяли. А вы никому не даете, вы бы взяли и послали. А вот мы взяли и послали. Мы подписали такую записку вместе с исполнительным директором Фонда рабочей академии, кандидатом экономических наук Гавшин, и отправили куда? Если вы откройте письмо президенту, и там запросто можно отправить письмо. Только мы отправили, чуть ли не на следующий день приходит письмецо по ПОВМВ, проспекту Торы-Муринске и так далее. В вашем обращении на имя президента Российской Федерации, полученном 17.01 в форме электронного документа и зарегистрированном 17.01 за таким-то номером поставлен вопрос, который разрешает Министерство экономического развития Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В связи с этим, для обеспечения получения вами ответа по существу, поставленного вами вопроса, ваше обращение направлено в Министерство экономического развития Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации, в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с просьбой проинформировать вас. Это как бы, вот мы направили письмо президенту, написали тут вот записка, президенту России ВВ Путину, записка о мерах по повышению темпов экономического роста. Уважаемый Владимир Владимирович, просим принять следующие меры, необходимые для повышения темпов роста отечественной экономики, я их вот все перечислил. Вот, так сказать, приемная отреагировала, и что вот стали отвечать от имени, да, отвечать вот эти все три. Как ответила нам та организация, которая называется Центробанка, про которую я уже неоднократно, в том числе вот в рамках Рабочего ТВ, говорил, что они действуют в интересах иностранных государств и являются таким анклавом, который душит нашу экономику, специально не дает дешевый кредит, деньги у нас для этого есть, и мы знаем сейчас еще, в связи с тем, что нефть не упала в цене, она растет, у нас появились нефтелы, опять их угнали за границу, купили иностранные облигации. Только не дать нашей промышленности, только не дать развиваться отечественного производства. Это вот действие нашего Центробанка. И там сидят, так сказать, вредители. В сталинское время и они бы все были уже в тюрьме. Вот здесь они задерживаются. Один только Уликаев, и тот не в Центробанке, а просто в связке с ними был. Ну вот за ним еще никто не последовал, а надо бы. Так вот, эта организация, Центробанк, ничего не ответила. Она вообще советский, так сказать, российский государственный закон не выполняет. Но это же уже буржуазная Россия, есть закон. Это не только закон. Им поручило, в соответствии с письмом президенту, им поручили ответить Управление президента Российской Федерации по работе с обращением граждан. Они наплевали на это, и в установленный срок не ответили. Сегодня какое число? Это 17.01 они получили, а сегодня это уже 1 марта. Ну и что? Ничего не отвечает. А что она может ответить? Они и сами знают, что они действуют в интересах иностранных государств. Ну так надо их тогда наказывать, снимать, убирать. За что? За то, что они нарушают российские буржуазные законы. Я же не говорю о каких-то... Нет социалистических законов, так вы буржуазные-то соблюдайте. Вот Владимир Владимирович, когда встал, президент говорит, у нас будет диктатура закона. А где она? Не вижу диктатуры закона. Что хотят, то и делают. Игнорируют вообще и президента, и законы, и все остальное сидят и действует то, что скажет там американская федеральная система им. То есть там, чтобы был низкий кредит, чтобы экономика поднималась, а здесь, чтобы был дорогой, чтобы не вздумали, так сказать, люди что-нибудь создать, построить новые предприятия. Ну невозможно же на текущие деньги построить предприятие. Надо взять кредит, потом будет продукция, и тогда из прибыли отдавать проценты эти. Ну если проценты такие бешеные, так это невозможно. То есть задушили просто нашу экономику и душат дальше. И вот эти душители, они даже не отвечают на требования соответствующие органа государственного. Ну это как бы мы ведь написали президенту, это как бы они требования со стороны президента нарушают. Но как-то президент должен их привести в чувство, я так думаю. Так, дальше. Вот есть у нас письмецо из Минпромторга. Вот это единственная организация, которая сейчас занимается на самом деле промышленность и экономия. Единственная. Помните, насколько был министер и среднего машиностроения, и общего машиностроения, и тяжелого машиностроения, и химическое машиностроение, и текстильное машиностроение в советское время. Сейчас остался Минпромторг. Все. И торговля, и промышленность. Сидит товарищ Мантуров, и он уже понял, что банки ничего не дадут, он уже напридумывал там специальные фонды, которые под пять, они из бюджета создаются, помимо банков. И из этих фондов дают кредиты предприятиям. Ну, маленькие масштабы, ну, что-то. То есть, потому что он понял, что там, ну, никак этого не обойти, эту компанию, которая ни за что деньги государственные из Центробанка не дает. Поэтому, значит, какой там оттуда ответ? Ну, такой положительный. Уважаемый Михаил Васильевич, в соответствии с письмом администрации президента Российской Федерации, Департамент стратегического развития и проектного управления Минпромторга России, в соответствии с федеральным законом от такого-то числа, номер 59 ФЗ, о порядке рассмотрения обращений граждан, и пунктом 5.14 положения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 5.06.2008, тут все они делают только строго по закону, информируют, а то вдруг они нам не по закону ответят, а мы чего-то напишем другое, информируют, а то вот один уже министр слетел, как бы кто-нибудь еще не слетел, поэтому все очень строго отвечают, информируют о рассмотрении министерством в части, касающейся вашего с большой буквы обращения к президенту Российской Федерации Путину, ВВ. Сообщаем, что ваши предложения будут приняты к сведению. О, чувствуете? Думают уже, обдумывают наши предложения, к сведению, то есть знают они, знают, понимают, понимают, но понимают, как, наверное, их трудно внедрить, учитывая, что есть другое министерство, которое мешает, и Центробанк, который мешает, и они вот нам тут дают полезную информацию, принятый в 2014 году, федеральный закон о государственном стратегическом планировании, чувствуете, какой мощный закон, такого и не было и в советское время, стратегического, ого, ну, было в 5-летнем плане, а тут о стратегическом государственном это как вот почти, как о плане ГОЛОРО, почти, закон, уже есть закон, в 2014 году, от 28-го, 14-го, номер 172 ФЗ, определил документы стратегического планирования, разрабатываемые на различных уровнях в федеральном, субъектах федераций и муниципальных образований, то есть все у нас должно быть планомерное, перепланомерное, на федеральном уровне, это в том числе стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, видели такую стратегию? Я не видел, я очень интересуюсь, я бы обязательно прочитал и даже соображения бы свои представил, но нет такого. Отраслевые документы стратегического планирования, все там, стратегия в каждом министерстве, стратегия, прогноз научно-технического развития Российской Федерации, это менее интересно, потому что прогнозирует одно, получается другое, прогноз всегда можно написать, не удалось, не получилось, думали, что так, но это прогнозы, даже погоду больше, чем на три дня не составишь. Ладно, стратегический прогноз Российской Федерации, а еще прогноз социально-экономическое развитие Российской Федерации на среднесрочные и долгосрочные периоды, ряд других, вы слышали такое? Мы достигли, а прогноз, когда что будет, значит, какая зарплата, какая экономика, как будет развиваться, как мы будем чего перегонять, догонять другие страны, какой будет темп экономического, прогноз, видели такой, не видели, но если он и есть, но он тайный, как бы, чтобы американцы не узнали и не сделали такой же, и не перегнали нас. Указанные документы в настоящее время находятся на разных стадиях разработки и будут приняты в течение 17-19 годов. Понятно? Еще не принято. Вот работает над этим Министерство промышленности и торговли. Ну, можно их только поприветствовать, сказать, ну, ждем, не дождемся. Одновременно федеральным законом о промышленной политике в Российской Федерации определено, что правительство Российской Федерации утверждает документы стратегического планирования в сфере промышленности в соответствии с вышеуказанным федеральным законом о стратегическом планировании Российской Федерации. И молчат. Почему? Потому что правительство ничего не утверждает, ничего не делает в этом направлении. Ну, не может же министерство ругать свое правительство, а ну, так вот информировать, что должно правительство утверждать. Ну, и что утверждает, что делает товарищ Медведев? Товарищ Медведев ничего не утверждает и ничего не ставит эти документы кто это должен делать ну кто это должен делать он встречается до беседует встречается до беседует а вы будете стратегически закон выполнять фз 172 доводим до сведения что на официальном сайте минпромторга россии и сайте гис гавру размещен ряд документов определяющих развитие отдельных отраслей промышленности и меры по поддержке отечественного производителя это как будто это какая-то мелочь на сайтах размещено есть российская газета правительства ничего там не печатают вот кто хочет такой пронырливый вот хотите сидите там и ловите ищите на сайте кто-то что-то там повесил ну разве так вы разве так с государственными документами общаются а сейчас вот как принято вот то что принято в качестве закона печатается в российской газете мелким шрифтом что если кто прочтет это слепнет а если не хочет ответ не прочтет ну разве так можно делать но положительный ответ можно сказать нас просветили сказали пообещали что все идет хорошо по плану и мы наши предложения принятых сведения туда же их сложили может быть тоже на сайт повесят что нам предлагают мы тут работаем народ откликается мы народ вот мы тоже при этом подверстаны в это дело а есть в министерство экономического развития российской федерации именно имени улюкаева но если вы думаете что вот ушел улюкаев и сразу там все изменилось ну улюкаев наверно там долго работал и он наверно кадры подбирал и хотя новый пришел министр орешкин откуда он пришел из минфина они значит сказать что экономик это не занимается они занимаются только деньгами а поскольку у нас план финансовая на три года то уже на три года ошейник висит на экономике потому что на самом деле из того как развивается экономика можно узнать как будет какие будут деньги а если деньги заранее запланировать то уже экономика задушена будет она ничего не сделает поэтому если человек с таким мышлением начинает заниматься значит повышением темпов экономического роста но кроме того что он собирает разные предложения вот во все инстанции мы послали вовремя когда со всех собирает предложение и мы послали мы что же вот может быть просто у людей не было никаких предложений они скажут никто не предлагал сказать и вы не предлагали чего зерю критикуете сказать вот критиканы вы вечно стоите там и говорите все не так правительство не то делает президент не то делать мы вы ничего не давали мы дали вот от мы знаем что там люди заняты и они мы больше чем страницу сказали не будем писать вот написали вот как раз вот только подпись занимает пятую часть остальное вот текст да и обращение а тут какие-то 7 пунктов очень любой высокосидящий человек может это прочитать и подумать ну вот получили мы ответ из этого министерства и он заслуживает того чтобы его обнародовать что пусть народ знает что думают в министерстве экономического развития после юрика его хотя вот орешкину одно очень строгое задание продумать и разработать программу повышение темпов экономического роста на его зарядили на это дело но там понимает что это вообще ужас происходит с российской экономикой никакого роста нету нету роста сколько можно отделываться сказать ничего мы верят оборону как вы будете крепить оборону если вам на оборону нужно как вы думаете если вот скажем мы ведем военные действия в сирии там же надо на это финансировать все это же колоссальные деньги а мы нужно развивать наши военные производства тоже колоссальные деньги а надо еще и пенсии пособие зарплаты это все надо развивать экономика ничего не делается но и вот он поэтому он лихорадочно все собирает ну так можно собирать сколько угодно но надо вообще знать от чего зависит темпы экономического роста прежде всего от накопления и от планомерности у вас нету никакого плана у нас нет программа развития россии никакой и нету плана развития никакого потому что под планом понимается система директивные задания участникам производства нету директивных заданий участникам производства есть прогнозы у меня прогноз что завтра будем жить хорошо вы довольны хорошо а у люкаева был прогноз что вот будет хуже вы должны привыкнуть новую экономическую реальность он все время с этим носился. Не понравилось вам, а сам он, вы там привыкаете, а он взятки брал крупные. И мы видим, как одного посадят, другого посадят, третьего. Там люди заняты одним. Набить себе карманы, если они попали на такие государственные места. Ну вот, отвечает Министерство экономического развития Российской Федерации уважаемый Михаил Васильевич. Уже приятно скажет. Вот видите, как у нас государство отвечает же на письма, которые в адрес президента Минэкономразвития России рассмотрено ваше обращение, поступившее из администрации президента Российской Федерации письмом от 17 января. В рамках своей компетенции сообщаем, какая у них компетенция, мы разберем. В настоящее время в Российской Федерации сложилась и функционирует вполне определенная система планов и прогнозов социально-экономического развития России краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных с установленной процедурой разработки и мониторинга за ходом их реализации. Вот новость. Оказывается, это мы слепые, не видим. И народ весь слепой. А министерство давно уже разработало и уже сложилась система каких планов? Краткосрочных планов и прогнозов социально-экономического развития. Краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. И вы ничего не знаете. Вот мне уже указали на то, что я не знаю, и вы не знаете, и другие не знают. Я, между прочим, у меня много знакомых докторов экономических наук. Никто этого не слыхал, не слыхивал, и видом не видывал. Ну, оказывается, мы тут темнота. А вот, оказывается, все уже разработано, все есть. И какого же они карася хотят выдать за парася? Будем смотреть. Вместе с тем, с изменением структуры и характера экономики совершенствуются методы управления, и в частности, процессы планирования и прогнозирования. Мы только предлагаем составить план, а уже процессы планирования совершенствуются. Мы вообще опоздали со своими предложениями. Вот тут уже все полным ходом, уже все решено. Так. В рамках совершенствования процессов государственного управления экономикой Российской Федерации был разработан и принят федеральный закон от 28 июня 2014 года. Запомните. Номер 172 ФЗ. Я уже запомнил. О стратегическом планировании Российской Федерации, в рамках которого предусмотрена соответствующая иерархия планов и прогнозов. Так он не выполняется. Нет никаких планов. Нету. Планов нету. Ни одного. Прогноз. Вот смотрите, что он предлагает. Написано. Иерархия планов и прогнозов, а когда начинает перечислять, планы не обнаруживается ни одного. Смотрите, вот перечисляют они. Если человек умеет читать, как я, вот я читать точно умею. Не надо для этого быть ни профессором по кафедре экономики и прав, просто быть грамотным человеком. Вот смотрите, что написано. Перечисляют иерархия планов и прогнозов. Прогноз научно-технического развития Российской Федерации. Разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет. Ну и где он? Где опубликовали? Покажите народу. Нету. Стратегический прогноз. Разрабатывается по выручению президента Российской Федерации на 12 и более лет. Корректировка осуществляется каждые 6 лет. Президент виноват, видимо, не дал им поручения. Вот они. А без поручения? Как же мы будем разрабатывать без поручения? А то мы разработаем прогноз. Сказать, а вам поручения не давали. Так. Нету. И у этого нету. Дальше есть прогноз социально-экономическое развитие Российской Федерации на долгосрочный период. Разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет. О как! Разрабатывается. Видимо, все разрабатывается. Мы просто не в курсе дела. Мы народ слепой, темный. Ничего не видим, не знаем, не читаем. Ничего не знаем. А все идет, кипит. Планы со всех сторон. Я наших планов люблю громадье. Это я обращаю к Министерству экономического развития. Бюджетный прогноз российский. Вот это мы видим на долгосрочный период. Это чтобы задушить экономику. Бюджет без плана экономики. Это означает, что вот они финансов денег нет и не будет. Поэтому все душат. И от чехрыжет везде по 10%. Вам на 10% ноги надо укоротить. Потому что сейчас такая ситуация. Вы быстро слишком бегаете. Потом и руки будем выгорачивать. Ну, в соответствии с планом и прогнозом. Так. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период. Разрабатывается ежегодно на среднесрочный период. Да. Трех до шести лет. Разрабатывается. Не разработан, не лежит, не повешен, не опубликован. Что это такое? План должен быть законом. А где Дума? А что Дума не принимает? Вы хотите его сделать обязательным планом, законом, чтобы был директивный? Так это все прогнозы. Это трипотня. А в советское время публиковались планы? Ну, еще как. В советское время сначала центральный комитет обсуждал. Потом на сессии Верховного Совета принимали. Потом публиковали. Потом он доводился до предприятий. В ноябре публиковали. Чтобы Новый год начали с плана. А здесь вообще планов нет. Нету планов. Прогнозы, прогнозы, прогнозы. Написано, что планы и прогнозы. Я как человек, так сказать, думал, вот жду. То тут есть будет пирожок с мясом. Не только с капустой. Нету пирожков с мясом. И с капустой, и с капустой, и с капустой, и с капустой прогнозы. Ну, прогнозы что они? Прогнозы. Я сделал прогноз, но не совпало. Это обычное дело для прогноза. Это мы вам нашлепаем прогнозов сколько хотите. Дальше, для контроля за ходом реализации планов А тут уже, когда мы переходим, а уже контроль Уже опять планов и прогнозов Нет ни одного плана, а контроль за реализацией планов и прогнозов Ну раз планов нет, будем хоть прогнозы контролировать Как можно контролировать прогнозы? Ну как можно контролировать прогноз? Прогноз один, теперь другой прогноз Прогнозы все время меняются, их не надо контролировать Это же не планы Что значит я не выполнил? Это как вот, сейчас говорят, давайте выполнять послание президента Ну это смешно Как можно выполнять послание? Вот президент что-то кого-то послал Как-то сделал, сказал Ну что, выступление Сталина Можно выполнять? Я тоже не понимаю А речь Ленина Можно выполнять? Я не понимаю Как можно выполнять речь Вот я сейчас что-то договорил Вам на камеру А вы потом выполняете Как можно это выполнять? Я не очень понимаю Я информирую, рассказываю, анализирую, сопоставляю Но я не понимаю, как можно это выполнять Вот выполнять, вот записочка у нас есть Семь пунктов, это можно выполнять Да, давайте эти меры сделаем, это будет выполнение. А вот это вот всякий разговор по этому поводу, и анализ, исследование, нельзя это выполнять, это совсем другое. Так вот, для контроля за ходом реализации планов и прогнозов, обманщики, подсовывать снова план, вот как жулики, мелкие жулики, я скажу, мы вам обязательно пирожок с мясом положим, потом смотрим, нет пирожка. А все равно пишут, что вам положили пирожок. И вы его, наверное, съели и не заметили, голодные вы были просто, вот в чем дело. Для контроля за ходом реализации планов и прогнозов предусмотрена соответствующая система мониторинга и контроля. Чувствуете, как все солидно? При этом документ, в котором отражены результаты мониторинга, подлежит размещению на официальных, подлежит или размещен? Ну, подлежит, но не размещен, на официальных сайтах органов, отвечающих за разработку документа и в общедоступном информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Ищите, ловите. Это что, не государственный документ? Как выполняется? Это не надо анализировать. По-моему, гораздо важнее проанализировать, как выполняется ваш прогноз, чем то, что вы его написали. Ну, так скажите, что прогноз был такой, а получилось вот такое. Прогноз был, что мы пойдем наверх, а мы пошли вниз. И кто это такие прогнозы написал? Вы что обманываете народ? Все время говорите, все будет хорошо, а все хуже и хуже и хуже. А, по-моему, только счетная палата бывает, что-то посчитает, скажет, все плохо. Да, да. То есть, вообще, это не документы опять государственного уровня? Ну, это непонятно, кто повесили. Мало ли кто чего. Сейчас в интернете каждый, любой блогер может повесить все, что хочет. Это на уровне вот таких высказываний блогеров хотят повесить документы прогноза развития России. В соответствии с указанным законом правительству Российской Федерации поручено, кем поручено, не знаю, обеспечить реализацию плана подготовки нормативных правовых актов правительства Российской Федерации, документов, необходимых для реализации норм федерального закона, тоже самого, номер 172З. Вот закон, вокруг него танцы какие-то, что-то какие-то поручения, что-то поручено, правовые акты, ну и где это? И в настоящее время ведется работа по подготовке указанных документов. Вся никакой год, уже 17-й, да? Закон принят в каком году? Три года назад. В 14-м. Уже два года. Все, правовые акты? Какие правовые акты? Сколько можно готовить эти акты? Уже дума другая. Ничего нету. Все это, это ничего, люди не работают, только болтают. Прикрывают свою бездеятельность. По вопросу повышения темпов экономического роста отдельно. Соответственно, тут все хорошо, в общем, с планированием, по мнению. Планов нет, программы развития России нет, темпов роста нет, на нуле. А все хорошо. У них, наверное, все хорошо и есть, зарплаты большие. В соответствии с положением статьи 6 федерального закона от 5 апреля, это о повышении темпов, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд, мы им про ФАМУ, о темпах экономического роста, а они нам о закупках. Да что мы будем закупать, если не производится? Надо же производить больше. Она говорит, мы что, мы закупим. Где вы закупите? Ну, за границей будут закупать, раз у нас не производится. Закупят, то есть, то, что вы не можете здесь купить, покупайте за границей. В 3 уровне закупают. Да, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечении конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулировании инноваций, единство контрактной системы в сфере закупок, ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок и направлений тратата, и дальше всякая трепотня. Вот один товарищ отвечал так товарищу Сталину, как с сеном, уборкой сена. Мы пускаем в ход силы, налаживаем, планируем. Ну как с сеном Сталин говорит? Ну вот у нас разработана система подготовки к тому, чтобы... Ну сено-то есть у вас или нет? Нету, товарищ Сталин. Ну что вы тут... Причем тут закупки? Когда у вас речь идет о выпуске продукции, вы ее больше произведете, чем в прошлом году, у вас на сколько процентов вырастет производство этой продукции? Вот что такое темпы экономического роста. Она пишет по вопросу повышение темпы экономического роста. Это безграмотные люди или жулики? Или они не понимают, о чем идет речь? Что вы нам рассказываете про закупки? Про покупки? Расскажите про покупки. Про покупки, про покупки, про покупочки мои. Ну что вы нам рассказываете? Также отмечаем, что в настоящее время положениями статьи 16 закона номер 44 ФЗ в целях осуществления закупок на заказчиков возложена обязанность планирования закупок путем формирования, утверждения и введения в том числе планов закупок. Так планы можно сделать все ниже, 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 ниже. Планировать закупки меньше, меньше, меньше закупаем. Ну вот Михаил Васильевич, вот я просто прокомментирую. У меня знакомый зарегистрировался на этом сайте, как предприниматель. Но? Занялся этими закупками. И рассказывает мне, появилась закупка с пластиковых стаканчиков. 300 тысяч за партию. Он посмотрел, где-то там в регионах, нашел предприятие, выпускает эти стаканчики, партия стоит 70 тысяч. Я у него спрашиваю, а почему вот тот, кто покупает, он не обратится на это предприятие и не закажет напрямую? Ну вот говорит, нельзя, ему надо через закупки. А вот французы, например, все ликвидируют всякую пластмассу, эту тару в планах своих. Почему? Потому что они 200 лет разлагаются, эти ваши пластмассовые стаканчики. А бумажные стаканчики в течение нескольких месяцев. А что вы напланировали, ваш товарищ запланировал пластмассу? Товарищ, может, не знает, или, так сказать, он этим озабочен. Это вообще не его дело, это государственная политика. Вы что собираетесь делать? Вы хотите захламить? Вот уже бывшему главе администрации президента Иванова говорит, вы убираете мусор по всей России. И он уже, наверное, у него голова болит. Как ты его уберешь, когда его накапливаются? Полиэтиленовые мишки везде, везде, везде. Все. Раньше смеялись, были в кульках. Эти кульки-то бумажные, раз, и они растворились, разложились, все, и снова превратились в землю. А эти что, 200 лет будут, 200 лет пройдет. Нас не будет. Никого, кто смотрит эту передачу, не будет. А эти пластмассовые стаканчики будут. И это все рассказывает нам под видом разговора о темпах роста. Планировать-то можно и вниз, и вверх, и на том же уровне. Весь вопрос о темпах экономического роста. Письмо о темпах экономического роста, о повышении темпов. Вы нам о чем говорите здесь? Ни о каких темпах вообще хотят перевести разговор в другое русло. Им привычное. О закупках. Торгаши. Торговать, покупать, продавать. Устраивать эти конкурсы. Мы знаем эти конкурсы. Вот мы трое договоримся. Вы, я и тот, кто записывает. Я дам 3 рубля, она даст 7 рублей, а вы дадите 2 рубля. Вы выиграете, а потом мы с вами поделимся все. Но мы в конкурсе все участвовали, все обеспечено. Что это за конкурсы? Это же понятно, что липо. Есть предприятия, уже монополии. Вы что, хотите конкурс на подводные лодки делать? Одно у нас звездочка, Севмаш предприятие. Производить подводные лодки, атомные. И все. И не надо дурака валять по конкурсу, а не будут. Устраивать рынок без рынка. Потому что уже рынка никакого нет. Ну давайте играть, что вы играем. Кто кого переиграет. Ну вот мы соберемся вместе, делаем монополию этих участвующих в закупках. И будем все время выигрывать. Так это и делается. Что, кто это не знает? Все это знают. Вы что думаете, за дураков держите нас? Вы думаете, что вы там сидите в Министерстве экономического развития жульничить, а народ внизу совсем темный. Вместе с тем отмечаем, что план закупок утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения заказчика лимитра. Ну план закупок, это не план производства. Ну что вы, так сказать, о чем идет речь? Или после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности, бюджетного учреждения. Ну если уже финансово-хозяйственная деятельность, бюджетное учреждение утверждена, финансово-хозяйственное, все, деньги уже ограничивают любое развитие. Больше денег вы не получите. Поэтому ни о каких там новых закупках, дополнительных речи быть не может. То есть все уводит нас от вопроса о том, как будет увеличиваться производство продуктов, к вопросу о том, что вот есть деньги, вот в рамках выделенных средств, мы эти танцы устроим со всякими конкурсами, чтобы вы, так сказать, боролись друг с другом. И в итоге мы бы победили. Вы имеете в виду, что это закупки простимулируют? Как они простимулируют? Смотри, какие закупки. Все меньше и меньше можно закупать каждый год. Почему простимулируют? Не сказано, что закупок будет больше. Нет, так будет больше или меньше? Вы ответите на этот вопрос? Вопрос о темпах идет. Темпы бывают отрицательнее. Таким образом, предложенные в обращении меры с учетом сложившегося условий рыночной экономики, сложившейся, может всякая дрянь сложилась, что же вот нам с учетом сложившихся, не смогут в полной мере обеспечить необходимого результата. Ну, что значит, в полной мере может и не смогут. Ну, смогут, но не в полной мере. Так это хорошо? То есть они понимают, что они смогут эти меры? В полной мере не смогут. Ну, немножко там на один процент меньше, на два. А ваши вообще никогда не смогут никакого необходимого результата. А наши не в полной мере. Так какие надо брать, ваши дурацкие или наши хорошие? Да, а также могут привести к ограничению конкуренции между участниками закупок, что противоречит положениям закона. А ваша вся вот эта теория противоречит вообще современному капитализму монополистическому. Кончилась ваша конкуренция, все. Монопольные цены, монопольная экономика. Теперь все планомерно. Поэтому не надо дурака валять и изображать конкуренцию, когда ее нет. Она выдуманная конкуренция. Это дружки договариваются и выигрывают коллективно. В части установления нормы амортизации из расчета не более 10 лет службы основного средства отмечаем, что согласно статье 258 Налогового кодекса Российской Федерации срок полезного использования основных средств определяется на основании утверждаемой правительством Российской Федерации классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы классификации. Пусть правительство и поменяет свою классификацию, внесет соответствующие изменения в этот классификатор. В соответствии с пунктом 3 статьи 258 Налогового кодекса РФ все основные средства в зависимости от срока полезного использования подразделяются на 10 амортизационных групп. Первое. Все недолговечное имущество со сроком полезного использования от одного года до двух лет включительно. Десятое. Имущество со сроком полезного использования выше 30 лет. Вам про то, что у нас старьез стоит на заводах и на фабриках и надо заменять вовремя, а вы нам рассказываете, какие бывают тут классификаторы. Сделайте свои классификаторы такими, чтобы срок службы был не более 10 лет. Что вы нам рассказываете про плохие классификаторы? Поменяйте классификаторы. Срок полезного использования объекта амортизируемого имущества определяется налогоплательщиком самостоятельно. Самостоятельно. Вот пусть он самостоятельно и определяется, но не меньше, не выше, чем 10 лет службы, чтобы было. Сами. Можете за 3 года, можете за 4, можете за 9. За 9 нормально было. Цикл обновления техники – 9 лет. Самостоятельно. Но самостоятельно границы должны быть какие-то. Государство должно установить границы, чтобы не разрушалась экономика. Действительно, выводите все самостоятельно и вывозят. Я могу миллион вывезти в чемодане наличными? Могу. Только я должен в декларации написать, что я везу миллион долларов в разных валютах. Ну, вот в общей оценке столько. И что дальше? Меня могут установить? Не могут. В прошлом году вывезли из России 5 таких чемоданов, а в России 3. Нет, 2 везли. Спрашивает это таможенный, писал об этом, говорит, ну, да как-то спрашивай. Вот спросите меня, спросите меня, откуда я взял эти деньги? – Михаил Иванович, откуда у вас эти деньги? – Бабушка подарила. Все? Вопрос есть еще? Нету, я пошел с чемоданом. Ваше-то какое дело? Я по законам все. Такие законы. Нам ссылаются, нам и это налоговый кодус. Сильнее кошки, зверей нет. Налоговый кодус. Ну, переделывай, вы все время переделываете. Думаю, только и делаешь, чтобы все время переделывать законы. Только она переделывает, их просто меняет. Это перестройка постоянная, чтобы можно было новых бухгалтеров заставлять платить деньги, чтобы они будут снова обучаться. Так, а в содержании-то где эти переделки? Ничего не нацелено на повышение темпов экономического роста. Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле, предусмотренной пунктом 2, ст. 259. Ну, измените статью, дайте другую формулу. Ну, о чем речь-то? Речь идет о том, как повысить темпы экономического роста. Если вы ничего не хотите менять, то и будете умирать, как умирает экономика. Что вы нам рассказываете про нормы умирающей экономики? Ну, измените нормы, чтобы не умирала экономика. Значит, то, что ненормально, сделано нормальным, а вы сделаете так, чтобы нормальные были требования и нормы. Таким образом, положение об установлении норм амортизации расчета не более 10 лет службы, основного средства, представляется необоснованным. Как стояло старье на заводах, пусть стоит, это и стоит. Они самостоятельно сохраняют. Они перегоняют все в прибыль, думают, меня долго я не просуществую, пока вот все это совсем не устареет. Потом брошу это предприятие и улечу в жаркие страны, как и делают. Вот, скажем, у нас руководители банков крупных 200 миллиардов долларов вывели за границу и улетел. Сел на самолет и улетел. Проблемы-то нет, сделал шенгенскую визу и улетел. А самый маленький, который меньше всего вывез, 20 миллиардов, а теперь их, видите ли, пытаются оттуда, через Интерпол, вернуть назад. Ну, это, как вы понимаете, опять вы хотите рыбу вернуть, которая уплыла. А денежки-то где эти уже? Все, ну поймаете вы его, допустим, вернет его. А деньги? А деньги уже все там. И какой-нибудь банк иностранный будет вам отдавать? Да ни за что. По вопросу введения прогрессивной шкалы налогоблажения по налогу на доходы физических лиц, на ДФЛ, сообщаем, что прогрессивная шкала налогоблажения существовала в Российской Федерации до 2001 года. Ну и что? Плохо было до 2001 года? Минимальная ставка налога при этом составляла 19%, максимальная – 35%. То есть, есть свой собственный опыт. Не умирали от этого? Так а в чем дело? При этом, по данным ВЦИОМа, Российский Центр изучения общественного мнения, граждане, самой высокой оплаты труда, попадающей под повышенную процентную ставку, в основном являлись получателями неофициальных доходов, с которых не удерживался налог. А вы не хотите этих получателей неофициальных доходов отправить в тюрьму, если у нас диктатура закона? Это вы государство-то буржуазное, так вы давайте тех, кто ворует у класса капиталистов, наказывайте. Ну частная собственность должна быть священной и неприкосновенной. Это же частная собственность из класса капиталистов. Вот этот доход, который должны были платить. А вы его приучаете людей к тому, чтобы они это разворовывали. Они тогда везде разворовывают все. Что вы нам рассказываете? Ты ведь в ЦИОМ там что-то изучал. Ну вот я уже приводил, а в большинстве стран 50% ставка налогов. А во Франции 56,8%. Переход в прогрессивной шкале налогоблажения может привести к уклонению от уплаты налогов и недополучению бюджетами бюджетной системы Российской Федерации соответствующей объемов денежных средств от НДФЛ. Да, отказ от, скажем, от смертной казни привел к тому, что у нас очень много взяточников. Отказ от смертной казни привел к тому, что у нас много серийных убийц, то вот убил 90 человек по жизненное заключение. Вот родственники убитых будут кормить их всю жизнь и помнить, что вот они их убили, ваших детей, а вы их будете кормить. И примерно на каждого тратится 30 тысяч долларов в месяц. Ваша зарплата, тьфу, по сравнению с этим. Да, в настоящее время наблюдается стабильность собираемости данного налога, а вы вообще не берите, там еще будет более стабильно, что является немаловажным аргументом в пользу сохранения действующей шкалы налогов вложений. Это вообще расписаться в полной неспособности государства собирать налоги. Ну что это за государство, которое не может собрать налоги? Все государства, значит, могут, только Россия не может. Что, сумаса, что ли? Вы что выставляете Россию в таком свете? Не стыдно вам хоть такое писать? Ну говорить, ладно, ну что вы написали-то? Кроме того, сообщаем, что в соответствии с посланием президента Российской Федерации в целях недопущения и ухудшения положения налогоплательщиков необходимо обеспечить в период с 2015 по 2018 год включительно неизменность условий налогобложения, установленных до 1 января 2015 года законодательством о налоговых и сборах. У нас послание это закон, что ли? Ну поговорил человек. Но у нас, если будет необходимость повышения темпов экономического роста, это не снимается задачей. Это не президент поставил товарищу Орешкину такую задачу разработать меры по повышению темпов экономического роста. Задание президента по повышению темпов экономического роста выше, чем послание и просто неизменность условий налогобложения. Ну так вы собираетесь комплексно решать эту задачу? Если вы собираетесь все оставить так, как есть, это будет стабильность. Вот стабильно может гнить все, умирать можно стабильно. Рождаемость у нас не повышается, смертность у нас стабильно не уменьшается. Это стабильность. Стабильно низкие доходы у нас у трудящихся. Стабильно у нас чрезмерно много работают, очень много сверхурочных работ. У нас много чего стабильного. Стабильно преступность высокая, взяточников у нас стабильно много. И так и будем эту стабильность соблюдать. То есть как раз вы собираетесь менять к лучшему или собираетесь вот в этом болоте, так сказать, находиться постоянно? Так, в ходе послания президента Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года мораторий на изменение налоговых условий в части ухудшения положения налогоплательща был подтвержден. Он подтвержден или утвержден? Я что-то не понимаю. Вот если указ президент выпустил, это я понимаю. Вот есть у нас определенная ранжировка, есть Конституция, самый высокий закон, самый высокий уровень, есть конституционные законы, изменение которых нужно 2 трети, есть федеральные законы, потом идут указы президента, а потом постановления правительства. И в перечне вот этих директивных актов посланий президента не присутствует. Ну как вот можно этим аргументировать? То есть у нас сошли уже, скоро выступления, высказывания. Если кто-то, он на пресс-конференции сказал, значит, в соответствии с высказыванием на пресс-конференции мы вот это не будем делать. Ну это высказывания, что вы прицепились? Вы же сами же написали, подсунули, он прочитал. Вы же его и подводите. Владимир Владимирович, не зачитывайте этих вот идиотских таких бумажек, которые вам подсовывают, когда вы выступаете с посланием. Они же вам готовили специально, вас, так сказать, подводят под монастырь. Указанное означает, что текущий уровень налоговой нагрузки не должен повышаться. Прямо такая нагрузка. А нагрузка небольшая на Россию, что миллиардами выкачивает отсюда деньги во все другие страны. Вот сейчас вот появились деньги, опять угнали уже в другую страну. А предложения, наверное, товарища Кудрина, одни, как только услышишь, что надо что-то менять в экономике, что нужно делать? Повысить пенсионный возраст. Вот, оказывается, весь затык в темпах экономического роста, что у нас пенсионеры, так сказать, начинают быть пенсионерами с 60 мужчин и с 55. Да у нас ухудшаются условия труда. Везде ухудшились условия труда. Надо думать о том, как раньше, так сказать, выводить из фермы. У нас есть безработица. Зачем вам еще работающие нужны пенсионеры, чтобы они на костылях вам приходили? Пускай умирает до пенсии. Идея тут очень простая. Надо сделать, как при Ельцине было, 59,5 – это возраст жизни мужчин, 59,5. А на пенсию 60. Вот было хорошее время. Хорошо. Вообще, это все пенсионные деньги можно заворачивать и куда-то использовать. Куда их замотали? Не знаю. В производство они пошли. Вот хотят снова это вернуть. Вот снова это надо вернуть. То есть, надо еще сделать, чтобы и женщины, они в 55 выходят. Пускай в 60 выходят, лучше пусть в 70 выходят. А денежки тогда, которые на женщин тратятся, тоже пенсионные забрать. Вот будет хорошо. Вот это сильно надо быть вообще для этого крупным руководителем, быть министром финансовым, чтобы до этого додумываться. Указано означает, что текущий уровень налоговой нагрузки не должен быть. Прямо так перенагружены наши люди. Рабочие не нагружены. Нагружены у нас, оказывается, наши предприниматели. Так, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено повышенное налогообложение в пределах 2% зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений, гаражей, парковочных мест, единого неживежимого комплекса, объектов капитального строительства и незавершенного капитального строительства, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. Вот если 300 миллионов рублей превышается, у вас какие-то 2% возьмут. Ахаха. Так это не с доходов, а это с недвижимости. По имени этого, исчисление суммы транспортного налога в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей производится с учетом повышающего коэффициента. Я скажу, мы там вот строго с теми, кто много денег имеет. Где же вы строго, когда вы в доходах не берете налог? По вопросу размера ключевой ставки Банка России. Вот видите, тем более Банк России ничего не ответил. Особый самостоятельный конституционно-правовой статус Банка России позволяет особый конституционно-правовой. Банк не ваш, и не наш, и никому он ни президенту не подчиняется, ни правительству. Есть другие правительства, другие страны, вот им он и подчиняется. Позволяет ему осуществлять функции, независимо от других органов государственной власти, подтверждено определением конституционного суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 года. Вот у нас было определение конституционного суда, что Ельцин совершил антиконституционный переворот. И тогда Зорькин был председателем. И что? А ничего, взяли танки, подогнали и расстреляли. Что вы нам подсовываете определение конституционного суда? Мы знаем, как с ним обращаются. В соответствии со статьей 18 федерального закона от 10 июля 2002 года о Центральном банке Российской Федерации, Совет директоров Банка России принимает решение о изменении процентных ставок Банка России. Все. Правительство ни при чем, президент ни при чем. Вы, ребята, отдыхайте, мы соберем вот Совет директоров и все решим. Задушить экономику России, а нам за это там откроют счета. И туда мы улетим. А вы здесь останетесь. И вам будет плохо, а нам будет хорошо. А сейчас главный принцип, приоритет личных интересов. Вот мы когда соберемся на это собрание, будем так и будем этим, исходя из этого, решать. При этом сообщаем, что в качестве мер по поддержанию курса национальной валюты и финансового сектора, в целом, Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 17%. 16 декабря. С ума сошел. Сейчас же 10. А это все 16 декабря 2014 года. Об условной необходимости ограничить существенно возросшие девалюционные инфляционные риски. Кого вы пугаете этой инфляцией? Люди-то, которые от получки до получки живут, их инфляцией не испугаешь. Ну, он получил вашу получку и тут же ее истратил на еду в течение этого месяца. У него небольшие инфляционные риски. У кого инфляционные? Кто набрали эти деньги и в кубышках содержит? Так вот, эта инфляция, если она большая, она в этом смысле заставляет отправлять в производство, что-то закупать. Она и положительное значение может иметь. Только бы не делать то, что стимулирует производство. Вот при инфляции, это тех, всех, кто награбил какие-то богатства, сложил в доллар или в рубли, он понимает, что при деливации у него все это обесценивается. Ну, так тогда давай вкладывай в производство. Не надо пугать нас инфляцией. В инфляции никого не испугаете. Уже сколько раз была инфляция? Был Гайдар. Была там сумасшедшая инфляция. Это был тот, который сейчас замглавы администрации президента Кириенко. Ну, что вы, так сказать, этим хотите кого испугать? Так, со 2 февраля 2015 года Советом директоров Банка России она уже была понижена до 15%. Немыслимо. С 16 марта 2015 года до 14%. С 5 мая 2015 года до 12,5%. С 16 июня 2015 года до 11,5%. С 3 августа 2015 года до 11,5%. С 14 июня 2016 года до 10,5%. А с 19 сентября 2016 года до 10%. Ну, что вы сравниваете? С чем вы сравниваете? Надо сравнивать с нормой прибыли. Скажите, пожалуйста, какая у нас нормальная норма прибыли? Кто получает 10% плюс еще 7% этих самых коммерческих банков? 17%. Кто имеет 17%, чтобы получить, можно было такой кредит? Никто не имеет. Поэтому все ваши вот эти снижения, они ничего не означают. Тут скачок. Также необходимо отметить, что ключевая ставка является основным индикатором. Денежно-кредитные политики применяются в целях регулирования, ликвидности банковского сектора. Ну, надо бы его ликвидировать, этот банковский сектор. Потому что это не банки, а ростовщические конторы. Они производство не обслуживают, не обеспечивают собирание, так сказать, временно свободных средств. И не направляет туда, где есть время и недостаток, а набивает все карманы. А государство, если что, с банками, как говорится, они куда-то истратили, и растратили, оно им и помогает. А промышленность им не помогает. В этой связи установление ключевой ставки на уровне полпроцентов может повлечь за собой негативное влияние на экономику страны. Как это оно может повлечь? Негативное влияние, если будет дешевый кредит. Что легко будет отдавать этот кредит? Это негативное влияние. Много будут вкладывать в экономику, это негативное влияние. Может повлечь. Не может оно повлечь негативное влияние. Негативное влияние – это ваша политика, которая с легкой руки, увлекая его, продолжается. По вопросу продолжительности рабочего времени приступаем к самому интересному. Функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере указанных вопросов осуществляет Минтруд России. В соответствии с положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации открещиваются. Утвержденным постановлением правительства Российской Федерации 19 июня 2012 года. Одновременно с этим в порядке информации сообщаем. Продолжительность рабочего времени на конкретном рабочем месте, меры труда, выраженные в единицах времени, установлены с учетом соображений охраны жизни и здоровья трудящихся, интересов общества в целом и так далее. В соответствии со статьей 97 Трудового кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов, не 40 часов, а не может превышать. Это важно, что они подчеркивают. В неделю и распространяется на работников всех организаций, независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности, кроме тех, для которых законодательством предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени. При этом в коллективном договоре, соглашении, локально-нормативном акте, трудовом договоре может быть установлено для работника меньшая продолжительность рабочего времени, в скобках, например, 10, 20, 30, 35 часов в неделю. То именно такая продолжительность рабочего времени и будет нормальной для работника. Вам, вот это Министерство экономического развития, товарищи рабочие, товарищи трудящие сообщают, хотите сократить рабочее время, вписывайтесь в проекты коллективных договоров, введите коллективные переговоры, коллективно-трудовые споры и устанавливайте 10, 20, 30, 35, вас Министерство экономического развития поддерживает, говорит, счастливый путь. А не хотите вы себе делать, не хотите делать коллективные договоры, не хотите там ставить, но это ваше дело. Вам государство сказало, больше 40 нельзя, а меньше, да на здоровье, но только делайте это в соответствии с законом, понижайте себе рабочее время. Вам прямо говорит, вот в официальный документ, номер у него есть, от 10, 02, 17, ОГЭ, 820, 13, 78. И вот, пожалуйста, опираясь на это, проводите переговоры и делайте. Вместе с тем информируем, что в настоящее время в Российской Федерации сформированы механизмы учета мнений и предложений граждан в целях формирования государственной политики. В рамках реализации указа президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года, номер 183, о рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданам Российской Федерации, с использованием интернет-ресурса Российской общественной инициативы, с 2013 года, всем гражданам Российской Федерации, предоставлена дополнительная возможность выдвигать свои инициативы, обязательно для рассмотрения органами власти в случае соответствующей поддержки. Уже эта инициатива осуществлена, уже на сайте вот этого висит инициатива. Пожалуйста, тот, кто зарегистрировался на сайте государственных услуг, может проголосовать за 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю. Там очень грамотно все описано. Другое дело, что не так просто вот там проголосовать. Оказывается, чтобы зарегистрироваться на сайте, вам не удастся, сидя рядом с компьютером, это сделать. Вам придется пойти в многофункциональный центр. Ну, если хотите сократить рабочее время, можно и сходить. Если 100 тысяч подпишутся до октября, то вынуждены будут рассмотреть эту инициативу на федеральном уровне. И тогда не только в коллективных договорах, но и, так сказать, это может быть оформлено государственным законом. Говорят, что и замолчать могут. Зачем замолчивать? И так потихонечку люди, так можно и замолчать, но вам-то никто не мешает, как рабочему ТВ об этом сказать. Там все время публикуется, сколько там человек проголосовало. Пока не очень. Такое, дескать, вам как бы демонстрируют, вам вам сказали, пожалуйста, голосуйте. А вы не хотите. Народ не хочет, Владимир Александрович, народ не хочет, хочет много работать и мало получать. А вы вот его подзадориваете и хотите, чтобы он мало работал и много получал. Вот. Так что воспользоваться возможностью выдвинуть свою инициативу на интернет-ресурсе может любой гражданин Российской Федерации, предварительно зарегистрировавшийся в Федеральной государственной информационной системе. Тоже вам подсказывают, давайте. Кроме того, в целях обеспечения эффективного взаимодействия власти, гражданского общества и бизнеса в принятии государственных решений, с 2012 года функционируют открытые правительства. О как! Что это значит? Каждый гражданин может принять участие в обсуждении наиболее актуальных вопросов, оставив свои комментарии на сайте www.open.gov.ru, а также направить свои предложения. Вы туда направите предложение, а вам гав-гав-гав-ру? Потому что вот я направил свое предложение, и вот мне гав-гав-гав, но по одному вопросу, не гав, а по вопросу о продолжительности рабочего времени, сказали мяу. Поэтому вот сказать, что вот все плохо, и что все, что вот тут одна гадость, так сказать, в этой записке, неправильно. Вот есть одно положение, которое, так сказать, вполне правильное, вполне разумное, с учетом обстоятельств. И за это положение я благодарен Министерству экономического развития и мой коллега товарищ Гавшин. А за все остальные положения не только не благодарен, а считаю, что это попытка уйти от задачи повышения, сорвать повышение экономического роста, сорвать укрепление России, усиление России, сорвать ее обороноспособность и безопасность, в том числе и безопасность в условиях обостряющейся общественно-политической обстановки. Вот результат анализа, который я хотел вам доложить, и извините за продолжительный анализ, потому что это связано с продолжительностью записки Министерства экономического развития. Они ведь так долго заводили рака за камень, чтобы этого рака оттуда вытащить, надо было эти все камни оттуда, значит, постепенно вытаскивать. Ну, так что я вот прошу меня сильно не видеть за столь продолжительную, так сказать, оценку того, что... Мы-то написали всего страницу, мы сказали, ну, что мы вот маленькую, вот чуть-чуть вот написали, вот, вот, все, вот такое. А там сразу вот, 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 и лишь бы завалить нас все эти бумагами, камнями, федеральными законами, налоговыми кодексами и всякой чепухой, потому что законы применяются, если они плохие, отменяются и переделываются на другие, в том числе и налоговые кодексы и прочие. Поэтому сильнее кошки зверя нет. Сейчас у нас совсем легко отменять, менять законы. У нас Единая Россия там имеет большинство, даже двух третей Конституции может поменять. Не надо пугать, нас никакими не так хочет, если Единая Россия делает, поменять не хочет. Она будет отговариваться вот такими вот отписками. Так что вот смотрите, что получается. Может, товарищ Путин и хотел что-то сделать хорошее, но люди, которые от его имени отвечают, но кроме Министерства промышленности и торговли, они, так сказать, настроены совсем в другом духе. Центробанк вообще игнорирует все российские законы, а вот эти граждане, они эту Улюкаевщину продолжают уже и без Улюкаева. У меня все. Спасибо, Михаил Васильевич, за подробный рассказ, объяснение. Не могу молчать. Да. Спасибо.